Недавно внимание международной общественности привлекла новость о снижении ВВП Китая в первом квартале этого года. Согласно последним данным, из-за пандемии темпы роста ВВП Китая снизились на 6,8%. Ввиду огромного влияния китайской экономики на мир и тесного сотрудничества Китая и России, эти данные, опубликованные Государственным комитетом по развитию и реформам и Национальным бюро статистики Китая, особенно заинтересовали российские СМИ. Плохие новости пришли и из США. 20 апреля расчетная цена американской нефти марки WTI упала до значения 40 долларов 32 цента за баррель. Войдет ли мировая экономика надолго в рецессию или же это временное влияние пандемии? На эти вопросы отвечает главный научный сотрудник Института США и Канады Российской академии наук Владимир Васильев. В общем, я принадлежу к числу тех экономистов или той группы экономистов, которые считают, что мир вступил в новую Великую депрессию. И эти экономические потрясения будут продолжаться на протяжении долгих лет, возможно, даже как в течение целого десятилетия, так же, как это было в конце 20-х и на протяжении 30-х годов. Если посмотреть на сегодняшний прогноз, ну, скажем, Международного валютного фонда, можно видеть о том, что в 2020 году практически все страны будут демонстрировать падение волового внутреннего продукта. С моей точки зрения, Международный валютный фонд в своих прогнозах на 2021 год занял такую оптимистическую позицию, в том числе даже по отношению к России, что все страны, все основные экономические игроки преодолеют этот кризис. Но я считаю, что этого не произойдет. В настоящее время и есть несколько факторов, которые препятствуют, ну, что ли, быстрому восстановлению экономики. Первое. Это, собственно говоря, цена выхода из этого кризиса. Если посмотреть сегодня на те же Соединенные Штаты Америки, на те же западноевропейские страны или европейские страны, то резко возрастает задолженность. Растет государственный долг, растет дефицит бюджета. И, в общем, не исключена ситуация, которая хорошо известна из эпохи Великой Депрессии. Именно обрушение пирамиды долга. Есть еще два очень интересных аспекта, которые именно определяются коронавирусной эпидемией. Надо вам сказать, что у нас с вами возникают два очень важных фактора, которые очень резко осложняют восстановление экономики и даже ее функционирование. Первое. Это связано именно с технологическими цепочками. И второе. С потребительскими цепочками. А именно как раз реализация инвестиционных проектов, в том числе и в сфере инфраструктуры. Это, в общем, сегодня является основным экономическим фактором преодоления депрессивных явлений в экономике. И это тоже, с моей точки зрения, вся совокупность этих факторов, она, с моей точки зрения, явно работает на то, что вот это падение или хроническое, ну что ли, хронические падения, хронические, так сказать, депрессии, она будет сохраняться. Но тогда и, так сказать, возрождение или отталкивание одна, вот в силу, может быть, тех причин, о которых я говорил, и самым главным, через которое время станет именно сворачивание инвестиционных проектов. С моей точки зрения, все эти факторы однозначно работают на то, что мы вступили в длительный период экономических потрясений и неурядиц. Столкнувшись с глобальным экономическим спадом, вызванным пандемией, страны во всем мире начали предпринимать меры по количественному смягчению для стабилизации экономического развития. Так, например, США, чтобы спасти свою экономику, запустили масштабную программу количественного смягчения в стране, а Федеральная резервная система снизила процентную ставку до нуля. ФРС впервые в своей истории ввела неограниченное в освобождение капитала. Центральные банки в других странах также последовали этому примеру. Ожидается, что центральные банки по всему миру выведут на рынок ликвидность в размере 10% ВВП, то есть около 8 триллионов долларов. Это может оказать глубокое влияние на мировую экономическую и финансовую систему. Политика количественного смягчения оказалась в свое время достаточно эффективной с точки зрения двух элементов. Первое – поддержание устойчивости финансово-банковской системы. И второе – поддержание именно системообразующих корпораций или фирм реального сектора экономики. А естественно, что количество смягчения как раз и является мерой, которая быстро позволяет прийти, если сегодня корпорации реального сектора экономики, если крупные финансовые структуры вдруг окажутся в состоянии такого подобного рода задолженности, то вот как раз здесь и приходит, скажем, примитивно, скажем, в Соединенным Штатах Америки федеральная резервная система, примитивно, может быть, России – это Минфин или Центробанк, которые формально должны как раз и скупить эти бумаги. И в этом плане эта мера эффективна. Здесь нельзя ничего сказать, эта мера эффективна. Задается вопрос о том, в какой степени она может повлиять, допустим, на темпы инфляции. С моей точки зрения, ну, на данной стадии, так как сегодня сформирована, скажем, американская и мировая экономика, маловероятно. Самое главное, чего боялись и сегодня боятся экономисты, это то, что может начаться ситуация дефляции, когда цены будут не расти и даже падать. Поэтому умеренная инфляция приветствуется, и она как раз создает, в этом возможно 5-6%, она создает необходимые стимулы для более быстрого возрождения экономики. И есть еще вторая особенность инфляции. Инфляция, она уменьшает стоимость долговых обязательств. А инфляционного повышения цен, что на процент инфляции и уменьшается размер долговых обязательств. Поэтому как раз я считаю, что даже если эта инфляция увеличится до 5-6%, ну, применительно к западной экономике, может быть, я беру за основу американской экономики, которая мне более известна, я думаю, что это будет даже рассматриваться как важный фактор в восстановлении экономической активности. Потому что основной поток денег, с моей точки зрения, по привычным схемам пойдет на фондовые рынки. А они, как раз если посмотреть на последние три года, очень были устойчивыми факторами, ну, вот основного фактора, что ли, вот этого драйвера, как его называете, я не люблю этого слова, ну, вот этим локомотивом экономического подъема и остальных секторов экономики. На фоне распространения пандемии и общей тенденции к снижению мировой экономики, объем двусторонней торговли между Китаем и Россией увеличился на 3,4% в годовом исчислении в первом квартале этого года, что свидетельствует об устойчивости и широких перспективах китайско-российского экономического сотрудничества. В рамках борьбы с пандемией COVID-19 Россия и Китай предприняли различные экономические меры. Так, Владимир Путин 23 апреля во время видеоконференции с представителями банковской сферы заявил, что кроме повышения уровня оказания медицинской помощи, правительство также приняло ряд мер по стабилизации занятости и доходов населения, заработной платы и оказало помощь малым и средним предприятиям. Как и в России, в Китае были сокращены взносы в систему социального обеспечения и оказана поддержка малым и средним предприятиям путем изменения механизма налогообложения. Таким образом, взносы в систему социального страхования в Китае в размере 71 миллиарда долларов были снижены или отменены по всей стране, а государственные банки продолжили выдавать кредиты малым и средним предприятиям. Если говорить о том, в какой степени эти меры будут способствовать стабилизации социально-экономического положения, да, в краткосрочном плане они, безусловно, стабилизируют экономику. Народ даже может считать, что это очень хорошо, что они сидят по домам, может быть, что-то особенное ничего не делают, а деньги им платят. Но в данном случае встает вопрос, как долго это может продолжаться. Здесь мы знаем, есть вот вторая ситуация, она уже возникает, даже элементы ее проскочили и в России. Появляются представления о том, что все страхи или все слухи о пагубности коронавирусной эпидемии явно преувеличены, и что надо выходить как бы на работу и возвращаться к обычной жизни. Вот с моей точки зрения, то есть надо возвращаться к нормальной деятельности. Может быть, это сегодня будет основная ситуация, с которой мы придется столкнуться, то есть очень нелегкий выбор, в какой степени усиливаются риски экономической деятельности. Потому что, если считать, что эти меры просто будут как элемент стабилизации, в консрочном плане они выполнят свою роль, главное из которых не допустить слишком большой глубины падения. На сегодняшний день возрастают издержки, связанные с обеспечением безопасности работы рабочих мест. Да, это, значит, какие-то, скажем, комбинезоны, это какие-то там, не знаю, перчатки, рукавицы, это постоянные маски, притом достаточно обеспечивающие безопасность. Вот это может быть новая ситуация, с моей точки зрения. Возможно, что в этих условиях как раз экономика будет возвращаться к такой, если хотите, нормальной своей деятельности, но вот она как раз и будет затруднять полностью, то есть вот обретение былого состояния будет опять невозможным. Будут как раз расти, то есть люди будут работать, то есть функционировать промышленные предприятия, торговые центры, но они будут вот как бы все это в замедленном режиме и с ростом издержек. Понимаете, вот как бы издержки производства будут расти, потому что надо будет соответствующего расхода на обеспечение, на безопасности работника, рабочих мест, ну даже действительно, может быть, даже простая дезинфекция. Пандемия нанесла серьезный ущерб экономике Китая. В связи с этим перед Китаем сейчас стоит сложная задача, как решить свои экономические проблемы, вызванные последствиями пандемии. В настоящее время китайские потребители не испытывают недостатка в продовольственных товарах. Инфраструктура также функционирует в обычном режиме. Хорошей новостью стало то, что цифровая экономика в Китае получила стремительное развитие за период действия карантинных мер в стране. Объем розничных онлайн-продаж в Китае в первом квартале превысил 1 трлн 800 млрд юаней. Это более 260 млрд долларов США, что составило почти четверть от общего объема продаж всех потребительских товаров в стране. Количество интернет-пользователей в Китае достигло 800 миллионов человек, ожидается, что облачная инфраструктура в скором будущем станет центром инвестиций в Китае. А искусственный интеллект, связь 5G и интернет-вещей войдут в стадию активного применения. По окончании пандемии в мире начнется новая волна интернетизации. Социальное дистанцирование резко увеличит роль и значение цифровизации. В этом отношении, говоря о цифровизации, следует сказать следующее. Примитно к России, собственно говоря, тогда, когда в середине января произошла смена правительства, правительство Мишустина и было объявлено как правительством цифровизации. Именно как раз это те задачи, которые были поставлены, именно усилить и всячески способствовать цифровизации экономики. Но если абстрагироваться вот от этого, кто там впереди, планеты всей, то тогда на цифровизацию надо посмотреть с региональной точки зрения. Дело все в том, что очень видно совершенно четко, что цифровизация идет в региональном аспекте. Что это означает? Это означает тот факт, что она не сколько может быть имеет глобальное значение, сколько она имеет региональное значение. И вот этот вот региональный принцип, он будет доминировать и дальше. То есть, если мы посмотрим сегодня к Соединенным Штатам Америки, то это США и Канада. Вот они и дальше будут, что называется, себя цифровизовывать. И их цифровизация, возможно, не будет иметь большого значения для других регионов. А вот в каждом регионе будет вырисовываться свой лидер. В частности, Европа уже давно как бы здесь идет по этому, ну что ли, эти тенденции, в частности, в Европе впереди всех европейских стран выступает Дания, Швеция, Финляндия. И только вот остальные страны, там Германия, Франция, Италия, Испания, вот они идут где-то сзади. Но этот принцип будет сохраняться. Важно быть, важно оцифровываться в рамках региона. И с моей точки зрения, вот этот региональный фактор, он и будет определять сегодня поступательное движение цифровизации. Потому что, я уже сказал, перед правительством Мишустина его так и называли до того, как начались у нас эти проблемы, это правительство цифровизации. В этом отношении, возможно, и другие страны, соседи России, тоже будут, естественно, на это ориентироваться. Но вот пока, вроде бы, действительно растет, как бы, ценность, или, может быть, люди действительно приучаются к новым формам жизни. Вот это социальное дистанцирование. И хотя, наверное, есть немалое количество людей, которые, это такое резкое изменение уклада жизни, которое, по всей видимости, несет какие-то сложные издержки социальные, психологические. Но есть немалая группа людей, которые считают, что вот это вот социальное дистанцирование, оно создает для них определенного рода плюс.